В общем, мы начинаем нашу онлайн-интро-трансляцию на сайте Амурской правды. У нас сегодня в гостях Сергей Игоревич Вологдин, министр сельского хозяйства Амурской области. И говорим мы сегодня о продовольственной безопасности Амурской области, о жизни после санкций, выживем ли мы, и о состоянии сельского хозяйства Амурской области в целом. У меня такой вопрос к вам первый. Сергей Игоревич, вы не раз в интервью говорили, подчеркивали о том, что от санкций Амурская область только выиграет. Вы сейчас не поменяли свое мнение? Вы действительно так думаете? Нет, я свое мнение не поменял. Я считаю, что действительно у нас есть уникальный шанс для того, чтобы все то, что мы о чем долго мечтали, долго пытались реализовать, сегодня это может получиться с совершенно новой поддержкой, с совершенно новыми основаниями и с другим результатом. Поэтому я считаю, что для нас это шанс. А года хватит? И мы должны воспользоваться. Года хватит? Года, я думаю, что не хватит, далеко не хватит. Ну, давайте как бы предметно. Мы о чем говорим? О продовольственной безопасности нашего региона, да, прежде всего. То есть наши граждане сегодня должны кушать мясо, молока, другие продукты питания, не столько, сколько мы потребляем, а столько, сколько научно-медицинская норма нам того требует. А мы сегодня существенно не доедаем. Ну, вот для примера, допустим, да, взять основные такие распространенные продукты, как молоко и мясо, да, к примеру. Молока, вот нам нужно съедать для того, чтобы физиологически нормально развиваться, порядка 380 килограмм на человека. Мы с вами съедаем 160-170 максимум. То есть мы его не доедаем. А производим мы и того меньше. Ну, вот за прошлый год мы произвели, фактически, ну, с учетом падения вот этого, порядка 158 тысяч тонн. Представляете? То есть нам нужно для того, чтобы восполнить даже необходимый объем потребления, завести, развести молочных коров примерно где-то в размере 26-27 тысяч голов. Как это сделать? Ну, что такое 27-28 тысяч голов? Это колоссальные инвестиции. Если мы ведем речь о прямом приобретении, вот если вы, наверное, разминили рамки там год, да, то это выливается, ну, триллионы, это колоссальные деньги. Это ведь не только ты привез коров, разместил, это же надо еще и создать высокоэффективные скотоместа, то есть построить фермы, обучить персонал, что самое главное, завести оборудование и начать этот процесс. И тогда можно говорить о каком-то уже серьезном замещении. Поэтому говорить о рамках годах совершенно неправильно, ну, наверное, ни с какой стороны не обоснованно. Это потребует определенное количество лет, достаточно серьезное. И все будет зависеть, конечно же, совершенно верно от государственной поддержки. Мы сейчас пока расположены в системе координат, которая у нас действовала, скажем так, до санкции, так вот, скажем, периода. Вы сейчас так обозначили. Есть ли жизнь после санкций. Поэтому, как бы, мы надеемся, что и правительство, оно сегодня заинтересовано пересмотреть саму систему координат, и мер господдержки, и объемы господдержки. Потому что вызовы, которые сейчас столкнулась вся Россия, и в том числе сельское хозяйство, они колоссальны. Но это, наверное, необходимо. Это надо рано или поздно это было делать. А сами фермеры с вами согласны, что сейчас вот у них есть фора, что они могут расправить плечи. Начали они расправлять плечи? Ну, как вы себе представляете, начали расправлять плечи? Конечно, то есть то, что сегодня происходит, это на слуху у всех. Сегодня многие пересматривают свои планы, строят новые какие-то перспективные для себя задачи. Но, опять же, я же вам называл категории, те, которым приходится мыслить нашим аграрием. Я вот вам просто молоко привел, а по мясу у нас ситуация еще кошмарнее, в части, допустим, обеспечения. Мы недоедаем его, скажем так, в более чем три раза, и недополучаем его в два раза. И для того, чтобы нам, опять же, восполнить наш пробел мясной, нам надо более 100 тысяч голов мясного скота завести. Вот фермер, как вот сейчас, что, как он расправил плечи? Да, он, конечно, обнадежился. Да, сегодня есть ряд структурных, серьезных, скажем так, проблем, которые нам надо, как органы власти, изменить, чтобы крестьяне действительно могли полностью расправить плечи. Сегодня они видят, что что-то в России поменялось. Сегодня они видят, что не хватает продукции, и она будет востребована в ближайшие годы совершенно на новом ценообразовании. Насколько мы сейчас обеспечиваем себя, вернее, насколько сейчас нас, другие регионы, обеспечивают мясом? Сейчас как-то изменилась ситуация по ввозу. Ну, да, перестали поставлять на мясо из Соединенных Штатов, например, Канады, Австралии. Кто пришел им на смену? Ну, пока еще никто не пришел. Скажем так, пока действительно ситуация достаточно напряженная, я бы не сказал, что она тяжелая, нерешимая, она напряженная. То есть буквально вот, ну, санкции, что сколько мы сейчас в режиме санкций живем? Буквально считанные недели, поэтому все сейчас активно ищут новые рынки, так сказать, для приобретения своей продукции. В том числе вы знаете, что активно сейчас в позицию включилась страна Латинской Америки, которая, в принципе, в мире является основными производителями и говядины, и курятины, и свинины. Поэтому здесь сейчас подключаются и наши добрые старые соседи, наши китайские партнеры. Поэтому я думаю, что в ближайшее время вот этот, пока напряженка, она сохраняется, она будет постепенно сужаться, снижаться. Конечно, приходится сейчас нашим производителям перестраивать те наработанные, хорошие партнерские отношения, которые сложились за прошлые годы с странами Евросоюза и с поставщиками центральной европейской части России, которые работали, ну, скажем так, в качестве там посредника, поставщиков, дистрибьюторов этой продукции. Но пока вот так, значит, видно, что сегодня уже тот объем, который нам поставляла Белоруссия, наверное, мы его недополучим. Ну, хотя, в принципе, Белоруссия идет там на встречу, они уже не раз заявляли, что готовы для нас лимитировать какие-то объемы. Но пока это, опять же, тоже все в стадии решения. Со своей стороны, как бы, ну, сейчас я сразу предвосхищаю вопрос, что же вот конкретно товарища Володя не хватает, да? Ну, наверное, если говорить именно о свинине, то сейчас где-то нужно ориентироваться, что порядка трех тысяч тонн, это вот поставки свинины, которые мы завозим. По обеспеченности, если взять, то, опять же, мы обеспечиваем себя молоком практически более чем на 90%. То есть, с молоком, в принципе, как бы нет каких-то таких серьезных оснований для поводов для расстройств. Часть сухого молока, который в область всегда поставляется и сухое молоко используется в нашем переработке, и вы знаете, что многие виды молочной продукции, они без сухого молока вообще, их невозможно произвести, то тут, как бы, вот этот объем определенный, он, как бы, напряженен. Дальше. Ну, это, опять же, процент вы уже видите, он на лицо. Что касается яйца, то мы его практически тоже более чем на 90% производим, и, в принципе, обеспечивая себя яйцом, сможем в ближайшие перспективы без каких-либо существенных проблем. То, что на нашем рынке присутствует, это в основном производители Сибирска, федерального округа, я думаю, что тоже проблем особых не будет. Что касается самой тяжелой позиции мяса, то я вам уже цифру назвал, мы обеспечиваем себя только лишь на 50%, все остальное завозится. Вот этот завоз, как бы, сейчас, вот, наверное, самая такая вот напряженная. Что касается производства растеневодческой продукции, то тут вообще можно эту тему даже и не поднимать. Мы, главная жительница Дальнего Востока, растеневодческой продукцией и фуражом, и всеми компонентами необходимыми для, так сказать, нашего животноводства, мы целиком полностью сверх даже обеспечены, поэтому здесь проблем не будет. То есть, зерно мы полностью сами для себя. Нам девать его некуда. Нам сегодня его девать некуда. То есть, сои у нас завались? Одна из сои не завались, потому что еще не приступали к уборке, но думаю, что валовый сбор урожая по прогнозу, он, скажем так, не пессимистичный, не сказать, что он такой прям будет рекордный, но он будет достаточно серьезный, потому что даже учитывая, мы не рассчитываем на великую урожайность в этом году, но мы ее пересели 110 тысяч плюсом, то есть мы возьмем экстенсивным путем, то есть мы просто валовкой ее возьмем. Понимаете, в чем дело? А вот, например, взять пшеницу. А вот по пшенице, да, тут проблема очень такая интересная. Пшеницу мы до сих пор не можем производить для еды. Мы завозим. У нас, чтобы понимали, так сказать, сегодня участвующие в нашей конференции, те, кто нас смотрит онлайн, чтобы понимали четко, у нас не производилось и не производится продовольственное зерно. Его выращивать можно, и опыт такой у нас есть, и достаточно неплохой. В прошлые годы довольно активно мы работали в этом направлении, но обеспечить стабильного качества, стабильные объемы продовольственных зерна, к сожалению, эта задача пока нам не посильна. В будущем надо посмотреть. И на будущее, наверное, это не самая тоже главная цель даже в России. Мы всегда были и есть главным производителем слоя в России. Она сегодня главный тренд. Но при этом, как бы, если будет адекватно получаться развивать этот сегмент, мы готовы его тоже развивать. Но, опять же, бизнес сегодня смотрит и взвешивает. Но обеспечить продовольственное зерно нам сложно. Почему? Потому что продовольственное зерно – это обычно твердые, сильные сорта пшеницы. Это озимые культуры, которые, как правило, дают высший урожай и более повышенные, так сказать, по своим качествам. И сегодня у нас до сих пор остается, скажем так, очень серьезным технологические проблемы. Это ранневесенние заски, которые делают производство зерною, как русскую рулетку. Год есть, год нет. Год есть, год нет. Поэтому в прошлом году, видите, вот, как бы, сложилось так, что не получилось ничего. Этот год у нас, скажем так, урожай на уровне рекордного по зерновым культурам. И если вспомнить, ну, прошедшую десятилетку, то таких, такого объема урожая мы получали трижды всего лишь. Это 2002 год, это 2011 неплохой был год. Ну, и вот этот год. То есть, мы сегодня выходим в воловки, только по зерну, почти 350 тысяч тонн. Кто будет это зерно потреблять? Мы потребляем 170-180 тысяч тонн. Если даже сейчас, вот, как бы, скажем, товарищи, давайте накормим сверх нормы нашу скотину, ну, 200 тысяч мы и сидим. А остальные 150 тысяч нужно понимать, что мы должны куда-то реализовывать. Ну, отнимаем, допустим, семена, порядка, там, 50 тысяч тонн. Остается 100 тысяч тонн, который у нас сегодня свободный остаток. Да, мы активно участвуем на рынках наших соседних регионов, но там тоже ограничено животноводство, и продавать удается, ну, в размере, скажем так, 25-35 тысяч тонн, не более. Ну, обычно такой вот расход идет. Основной переходящим остатком у нас идет. Поэтому сложилось так, что наши производители хлебобулочных изделий, они переключились на более стабильные поставки муки из Сибирско-федерального округа Салтая. И это уже наработаны связи, которые сегодня трудно переломать. Но я подчеркиваю, что мы продовольственную пшеницу тоже перспективу можем получать, если добьемся значительного, скажем так, усовершенствования нашей технологии. Но пока это очень высокий затрат. Меня вот еще интересует экспериментальное такое растениеводство. Да, у нас периодически фермеры такие эксперименты устраивают. Например, вот не пару лет экспериментировали с гибридом ржей и пшеницы, да, тритикали. Вот, лет пять назад говорили о выращивании рапса для производства биотоплива. Вот сейчас еще какие-то такие тенденции экспериментальные существуют? Спасибо за хороший вопрос, очень замечательный вопрос. Но мы не экспериментируем. У нас есть для этого государственный федеральный орган, называется Государственная инспектура. И есть у нас Государственная комиссия, инспектура, которая занимается как раз работой по интродукции, введением, сравнительным анализом новых сортов и интродукцией уже для выращивания нашей области. Поэтому в системе Государственной испытания сегодня находится широчайшая линейка новых кормовых культур. Там и суданская трава, там и новые гибриды кукурузы, и сургосуданские смеси. Сегодня там десятки-десятки сортов ранних зерновых, поздних зерновых, десятки сортов слои. Причем не только нашей селекции, но и зарубежной селекции, и районной селекции, это российская селекция. Поэтому вот этот орган, он каждый год выдает нам на гора что-то новое. То, что касается, вот вы заметили, рапс, эта культура замечательная. Она имеет просто замечательные свойства, как масличная культура. И она может быть с успехом внедрена в все обороты Хамурской области. Мы ее рекомендуем для наших товаропроизводителей. И система машин разработана, и все, что нужно. И в качестве села оборота она бы была идеальной в наших северных и периферийных территориях. Там, где наша царица полей, чуть свои позиции хуже держит, скажем так. А рапс он более такой. Что касается тритикали, то это вообще космос просто. Это, вы знаете, гибрид, ржи и пшеницы. И сегодня это уже не опыт, это уже производственное пассиво в Михайловском районе. Вот 500 гектар мы убрали, 1000 тонн намолотили. И так же, как мы начинали с зерновой кукурузы, я думаю, что каждый год этот сегмент будет увеличиваться. Перспективно. А вот насчет рапса. Кто-нибудь из местных фермеров уже выращивает? Вот говорили... Пассиво рапса у нас на текущий момент только для кормовых целей. На семенные цели не получают, потому что, опять же, подчеркиваю, что простой фермер, любой товаропроизводитель, он просто сравнивает. У меня есть соя. И вот еще рапс предлагаю. А зачем мне рапс, если есть соя? На рапс надо сейчас новую приставку, на жатку. На рапс надо сейчас систему семеноводства. На рапс нужно как бы особый подход, ну как бы куча технологических хлопот. Зачем? Если я точно такой же экономический выхлоп, получу соя. Но мы говорим, стоп, а если ты живешь в Шамановске, ну соя у тебя как бы там получается, но она же тоже там как рулетка. Вот рапс перспектива. Вот о чем мы говорим. А там, где сегодня южная зона, там сегодня царица полей будет тысячу лет здравствуйте, и дай бог еще нам экономическую мощь крепить на этой культуре. А то, что касается животноводства, там какие-то животноводства, прошу прощения, какие там нововведения применяются или пока что планируются применять? Нововведение следующее. Нам наша главная задача добиться снижения затрат животноводства. Потому что главная непреодолимая проблема, которая являлась эта высокозатратность, она оттачивается при помощи новых технологий. И сегодня эти новые технологии и мясном животноводстве, и малышном есть. Возьмем мясное животноводство, да, вот такое самое сложное, самое менее рентабельное, самое проблемное. Что мы предлагаем? А мы предлагаем практически технологию Чингисхана. Мы говорим о том, что то, что было придумано 2000 лет назад, вот это вот сейчас самая, наверное, как бы и тема. То есть, что такое технология Чингисхана? Это уход, максимальный уход от всех текущих затрат на капитальное строительство. То есть, выведение, разведение таких пород крупнорогатого скота, которые бы максимально были адаптированы под наши климатические условия. Спали на снегу? Конечно. То есть, и сегодня эту практику при горячей поддержке губернатора, он, наверное, главный модератор этой идеи, мы разведем как раз не где-либо, а в северных наших территориях. То есть, и при помощи наших государственных структур, то есть предприятий, имеющих государственную собственность. Потому что простого бизнесмена сказать, что давай сделаем опыт, ты купишь мясной скот и заведешь по такой технологии нулевой. Он же скажет, послушайте, но я же рискую, кто мне все эти затраты покроет. Поэтому здесь, конечно, сложно предлагать такую бизнесмену нашему аграрному. Поэтому мы взяли на себя этот груз ответственности. И вот на протяжении уже пяти лет в нашей северной территории мы занимаемся разведением мясного скота по этой технологии. То есть, это ветроломы, это заготовка кормов, естественно, сенокосов. Где-то подсеваем, стараемся как бы обеспечить нормальный выход качественных кормов. Но капитальные сооружения, как таковых, ну, наверное, только в качестве родильных помещений все родилки. А так, в основном, как бы, скот стараемся держать вот по таким принципам. Я подчеркнул, что это не какое-то изобретение. Я же подчеркнул, что это уже десятки лет, и наши соседи, вот Забайкальский край. Правда, там климатические условия чуть как бы иные. Но, тем не менее, мы вот пытаемся это внедрить. Что касается молочного животноводства, то тут сегодня как бы просто наука не стоит на месте. Есть у нас высокопродуктивные породы молочного скота. Есть уже отфильтрованные, откристаллизованные технологии, причем разных уровней. Это и привязная, и беспривязная, и глубокая постилка, и дельта-скрипера, там где, допустим, на возводе удаление при помощи механических, так сказать, приспособлений. И содержание скота более такое технологичное. То есть, эти все варианты уже опробированы, они в области уже есть, работают. То есть, это вот наши, скажем так, сталки, начинающие вот эти, скажем так, в качестве пилотных проектов по программе «Усходное развитие АПК» мы создали вот эти наши мегафермы, которые находятся у нас недалеко от города. Там мы получили колоссальные опыты, в том числе и отрицательные, и сегодня знаем, что делать, как и дальше. Но главная проблема – это, конечно же, инвестиционные затраты очень высокие и эксплуатационные затраты. Поэтому сегодня снизить затраты, добиться рентабельной продукции, конкретно способной продукции. Вопрос, который сейчас волнует почти, да не почти всех волнует, после введения санкций – это цены. Как-то отслеживаются ли цены, рост на цены, будут ли эти цены как-то сдерживаться, потому что многие уже чуть ли не впадают в панику, что стоимость мяса выросла. Органам исполнительной власти, всех субъектов, прими поручениями руководства страны, профильных ведомств, поручено вести мониторинг, полнейший мониторинг каждого вида продукции. Ну и, соответственно, по сельскому хозяйству тоже. Мы внимательно отслеживаем все направления в ежедневном режиме. И в ежедневном режиме отчитываемся. Далее, если возникает какое-то ценообразование в сторону вверх, сразу анализ, на основании чего это получилось. И речь не идет о том, что мы должны каким-то образом запретить, отменить там или каким-то образом, то есть органы власти, не вправе этими вещами заниматься. Мы сегодня живем в рыночном государстве. И сказать товаропроизводитель, который вынужден в силу там ряда обстоятельств, объективных причин, повысить там какой-то процент стоимость своей продукции, мы не можем. То есть вы понимаете, о чем-то идет речь? То есть мы сразу как бы закроем бизнес. Мы угромим наших производителей, переработчиков и так далее. Но мониторинг и объяснение причин отслеживания четко, это наша прямая задача. То есть необоснованного повышения не будет? Необоснованного повышения там не будет, нету его и не будет. А там, где оно будет, это будет уже серьезное разбирательство соответствующих органов. Такие факты уже были? Я же вам подчеркнул, что таких фактов не было в Мурской области. Но если они будут, то этим будут заниматься персонально соответствующие органы. Антимонопольный комитет, да, соответственно, ну и ряд других, вплоть до прокуратуры. На основании чего? На основании каких моментов он повысил цену? А вот если у него сегодня, допустим, мы берем, вот вы сразу же спросили. Да, мясная продукция уже в цене выросла приблизительно на 7-10%. Но это объяснимо в силу того, что я вам назвал. Далее, повысилась мясная продукция в большей части в сегменте деликатесной продукции. Там, где шли поставки деликатесной продукции, которая не производилась в Российской Федерации. Ну, допустим, взять какие-то, допустим, элитные сорта колбас, да, твердые сыры, которые в Российской Федерации вот эта ниша не была занята. Но мы сейчас говорим, для нас шанс теперь твердые сыры производить. Мы же вот даже в Мурской области не делали их. А мы сможем? Кто сможет производить? Мы сможем. У нас есть современнейшие, замечательные перерабатывающие предприятия, которые производят одну из лучших продукций не только на Дальнем Востоке, но и в России, я считаю. Не побоюсь этого слова сказать. Многие любят нашу и молочную продукцию, и мясную. Да, молочную особенно. Поэтому здесь мы, бесспорно, имеем неплохие шансы. Грубо говоря, БМП, например, сможет запустить линию твердых сыров. И когда? Взвешивается, работа ведется, считается. Значит, говорить, когда, наверное, не совсем сейчас правильно будет, с моей стороны. Взвешивается, но не воспользоваться этим будет грех. Что касается мяса, да, вот видите, что в элитные сорта колбасы, допустим, в качестве компонентов, допустим, какие-то присутствовали шпиги, допустим, да, такие твердоплавки, значит, из хриптовой части, которые поставлялись только из Дании. И сегодня как бы вот даже найти их в той же Китае довольно проблематично. Ну, многие такие компоненты. Потом, смотрите, есть же еще момент такие, как упаковка. Мы с вами привыкли уже к достаточно современной технологичной упаковке. И по-другому нельзя. Многие виды упаковки, компоненты, ее поставлялись тоже из-за рубежа. Поэтому сегодня как бы тут перестраиваются. Но вот я подчеркиваю, что здесь сегодня говорить о том, что паника, о том, что пропало, нам нет наоборот. Сегодня, помните дефолт 98-го года? В каком состоянии находилась экономика России? Да, было сложный какой-то период, но это дало просто мощный импульс. И мы считаем, что наша задача сейчас не даже найти какие-то новые рынки, там, Бразилия, Аргентины, там, поставки, переключить. Ну, переключились мы, что нам это дало? Опять сели только с одной иглы на другую залезли, да? То есть здесь, наверное, как бы не совсем правильно. А дать как раз толчок нашим, нашим производителям. Поэтому сегодня, к чему вот я все это веду, губернаторам поставлена уже задача. Главная наша цель – это прорыв в животноводстве. В растеневодстве мы за эти годы сделали достаточно многое. Растеневодство сегодня заняло такие позиции, что оно обеспечивает свои расходы полностью прибыли. То есть оно очень достаточно рентабельное. В силу того, что рынки сбыта сои и ценообразования на сои достаточно стабильны последние 10 лет. И на протяжении 10 лет, даже когда были убойные годы, как в прошлый год, никогда не было отрицательной динамики в растеневодстве. За счет того, что все обороты, у нас 70% сои, 70%. О чем мы говорим? Какое зерновое, что там? Какие проблемы, у кого? Поэтому мы должны понимать, что мы для растеневодства сделали много. И надо бы еще больше сделать, по идее, да. Но мы сейчас находимся в такой системе координат, что, наверное, что-то из двух зол, где-то самое злое зло надо выбирать. Вот о чем речь. Поэтому строим фермы, вкладываем деньги в животноводство. Значит, свинокомплекс индустриального типа 24 тысячи голов. Молочный комплекс 1200 голов со следующего года. Немедленно. И для этого мы сконцентрируем все наши государственные ресурсы. И для этого мы будем просить все, что необходимо нам в нашем головном федеральном ведомстве. Я передаю возможность коллегам задать вопрос. Можно, Сергей Игоревич, утром. В новости нееводства меня вот интересует, что урожай картофеля собирают фермеры неплохой, но главная проблема, где хранить. Вот я вот тут не прозвучала, хранилище. Надо строить их? Да. Надо их строить. Строительство овощих хранилищ, потому что мы закупаем из Китая, в середине начинаем уже закупать. Потому что своя картошка, увы, сгнила или замерзла. Но если полемизировать более глубоко по картофелю, то тут, наверное, проблема все-таки даже... Ну вы правильно, это часть проблемы хранения картофеля. Вторая часть проблемы юрелизации. То есть это новые рынки сбыта. И вот как органы власти мы сейчас видим для себя расширить эти рынки. Потому что картофель, рынок картофеля, он очень локальный, очень узок. Поэтому сегодня, ну, говорить о участии государства в строительстве хранилищ для картофеля, ну, можно в каком-то ограниченном режиме и все. Только так. А сегодня, если дальше вот так, ну, полемизировать, то мы можем сейчас растечься на кучу направлений. Картофель надо помочь? Надо, да? Элеваторы по зернам надо? Надо, да? Значит, техническая модернизация? Обязательно надо, да? А проценты ставки как от них уйдешь? Они связаны с поддержкой, как от этого уйдешь? А куча других задач. Их же тоже надо, я просто перечитаю по пальцам. 32 направления. И где же наше животноводство будет? Какие мы деньги выделим? Чего мы сконцентрировали? Уловили? Поэтому мы сегодня оцениваем рентабельность в одном секторе и рентабельность в другом секторе. И смотрим наличие средств в федеральных областных, концентрируем и направляем в болевую точку. Иначе мы всем сестрам посередим. У вас есть, я знаю, мы пишем на практику, вы поддерживаете гранты на развитие, на открытие собственного дела. В связи с санкцией, в связи как раз с тем, что мы берем рентабельное развитие животноводства. Вы не думали как-то менять, давать приоритет тем, кто будет открывать именно животное направление поддерживать? Потому что, например, в городе еще можно свежее мясо купить, в селе это гораздо сложнее. То есть люди у нас не держат сейчас скотину. Как-то не обсуждали вы еще это? Ну почему? Мы как бы постоянно подслеживаем это направление. Оно просто замечательно себя показало. И вот за прошедшие два года, вот тут просто даже вам шел справку готовил, Павел. Всегда, когда ищешь, никогда не находишь, а когда все заканчивается, ты находишь. Так вот, что касается этого направления, то оно себя здорово показало. Мы работаем по грантовой поддержке, второй год. За эти два года мы направили 100 миллионов рублей. Ежегодно где-то около 50 миллионов рублей на эти цели направляется. Я скажу так, что те люди, которые приходят сегодня на конкурс, ну это, наверное, цвет и будущее нашего АПК. Это молодые, энергичные, динамичные люди, которые не оперируют какими-то понятиями, там, миллиардами рублей, там, допустим, да, крупными холдингами, там, да, десятками, десятками, десятками. Это люди, которые из ничего пытаются создать свой бизнес. Это наиболее интересно, наиболее, наверное, самое такое лучшее направление, я считаю, в нашей поддержке одно из лучших направлений. Оно, по сути дела, является экономическим лифтом, социальным лифтом. Ты сегодня здесь, но может быть так, и так, и так. И лучше грантовой поддержки, вот формы нету, потому что все, что у нас есть в бюджете, это субсидии. Потратил, потом вернули, сначала стулья, потом деньги. Сначала стулья ты надо где-то взять, то есть идти в банк, там, еще где-то занимать, там, привлекать, а потом ты потратишь, и мы тебе часть компенсируем, часть, согласно бюджетному кодексу, какую-то часть. И когда на 50% этой части доходит, это суперподдержка. Поэтому грант это, ты еще ничего не сделал, просто захотел, доказал, и мы тебе дали. И скажу так, что за два года я практически жуликов-то и у нас и не было. То есть люди все реально стараются, и мы будем планировать увеличить это направление, ну, по мере возможности нашего бюджета. А так вот, ну, в этом году, в этом году у нас еще конкурс еще состоится, вот он буквально через неделю заканчивается на семейной фермере, начинающей фермере. Там остатки средств остались буквально незначительные. Люди уже по большей части получили и уже приступили к реализации. А какие направления сейчас популярны? То есть на что там, ну, какие вот именно... Да, правильный вопрос. Мы стараемся все-таки упор и ориентир и приоритет делать для животноводства. Потому что, смотрите, не то, что как бы вот то всего, что я вам наговорил, и теперь мы туда наших вот молодых бизнесменов толкаем. Не в силу этого, потому что уровень начинающего фермера, это как раз вот именно животноводство. Потому что растеневодство, производство полевых культур, это достаточно большой объем земельных угодий. Землю сегодня тоже у нас достаточно напряженная ситуация, рынки такие сложные. Выделить землю в достаточном объеме можно, в принципе, но это бизнес с высоким порогом. Не важно, у тебя там 10 гектар или 100 гектар, тебе комбайн нужен, трактор нужен, сейлка нужна, культиватор нужен, семена. И пошло-пошло, горючие оборотные. То есть даже вложения в технику колоссальные. И они начинают как бы что-то более-менее окупаться, когда речь идет о тысяче и более гектаров. Но как молодой фермер вытянет все такие вещи, конечно нет. Поэтому мы говорим, наверное, вот животноводство самое такое. Земельных угодий гораздо меньше нужно. Где-то в большей степени это развитие как раз вот нашей северной территории, пастбища, сенокоса, которые таким образом будут активно осваиваться и стабильно включаться в оборот. И начинающий фермер, в принципе, полтора миллиона рублей на начинающего, до 15 миллионов на семейную ферму. Это как раз то, что может себе позволить вот такой мелкотоварный производитель. Ну и плюс, вот у нас свежая продукция, с грядки, не знаю, из-под коровы, из-под подойника, непосредственно свежая. Та, которая может продаваться по более дорогой цене. Потому что она считается брендово-домашнее. И мы готовы это брать. Я готов, и вы готовы это брать. По более дорогой цене. Вот в этом и бизнес. Вот в этом и бизнес. И сегодня этот бизнес достаточно хорошее направление получил у наших западных в губернии. Допустим, есть замечательный проект «Тамбовский фермер». Прямо по городу грузовички с веселой коровой. Ассортимент продукции вот прям вот только вот разлили. Вот тебе, пожалуйста, на. Сертифицированное высочайшего качества свежее парное мясо. Морковка помытая от бабушки. Вот она. Не то, что там бабушка стоит, а вот. Ну да, у нас проблемы с доступностью этих наших логически чистых продуктов есть. Потому что это ВДНХ, да, по большому счету, и вот ярмарка выходного дня. Ну, смотрите, вот сейчас вот с ярмаркой выходного дня и наличие ВДНХ. У кого проблемы с приобретением того, о чем я говорил? Сейчас есть, да, ну, например. Какие проблемы? Еще раз спрашиваю. У вас какие проблемы с приобретением продукции? В субботу приезжайте. А если я хочу в среду пойти купить? А если я хочу прийти в соседний магазин, который рядом? Да нет, проблема как раз таки в другом, что приезжает даже наш ВДНХ. А сельхозрынок, мы сталкивались с тем, что наши предприниматели очень шустро ставят торговать бабушкой продукцией, собранной с полей, а не с огородов. Еще раз, то есть стоит якобы пацанная бабушка, да? Да, да. И торгует продукцией с полей. А что плохое? Что плохое? Ну, не выдастся. Давайте так, я вам скажу, что предпринимателю покупаю продукцию за 20 рублей килограмм вельс, а у бабушки эта же продукция стоит 40 рублей. Ладно, не ходите, не ходите. Но с полей она тоже. Ладно, стоп, стоп, с полей, с наших полей, это тоже хорошо, с наших полей. Конечно, хорошо. Значит, на наших полях выращивается качественная продукция. И там, где она некачественная, там где-то у нас, так сказать, иностранные граждане, что-то пытаются иногда, прижигаем коленым железом. Принимаем миры в отношении этого. Что касается непосредственно, вот действительно от настоящей реальной бабушки, вот он, ярмарка выходного дня. 200 участников, 200. Притнуться некуда, с ночи занимают очередь. Пишут письма на губернатора, что нигде нам встать уже. Дайте еще две площади Ленина. Какие проблемы? Приходите в субботу, если вам там не нравится. Ну, там тоже нормально. Так вот, а вопрос, а когда... Можно я, да, еще вопрос задам про самое народное мясо, да, про курятину. Вы говорите, что не будет необоснованного повышения, не будет пресекаться. Вот цена на курятину, она обоснованно повышается? Вот нам читатели присылают реально ценники, сколько стоило сейчас, допустим, неделю назад, сколько сейчас идет повышение на Амурский бройлер. Ну, как бы, обоснованно оно. Ну, вот в отношении Амурского бройлера мы персонально, как бы, принципиально тут расследовали ситуацию, занимались, я вам подчеркиваю, обоснованно. Значит, это компетентно, официально, говорю, обоснованно. Оно даже сложилось еще до санкций. Просто вот, может быть, как-то так получилось, что именно во время введения санкций предприятие было вынуждено все-таки поднять ценообразование. Оно сложилось еще раньше. Это широкий спектр затрат, которые предприятие вынуждено было нести. Это начиная и с кормов, они дешевле не стали. Это начиная с премиксы в разные роды. Это ветпрепараты, которые сегодня на птицефабриках везде применяются достаточно, скажем так, интенсивно, потому что проблема эпизоотия у нас достаточно сложная. Это и ряд других направлений, которые так или иначе были связаны с производством. Но так совпало, что еще и санкции тут легли. И получилось, что вот санкции ввели, сразу бабах, и цены подскочили. А будет еще расти? Но я думаю, что в принципе все, что текущие были сложности предприятиям уже отслежено и покрыто этим повышением. Я думаю, что дальше роста не будет. Но повышение, которое произошло, оно на текущий момент, по моим сведениям, 7%. Ну, 7 рублей как раз. Ну, вот как бы, ну, что-то еще как бы звучит. 7, не больше 10. Если мы пересчитаем, как бы, ну, стоимость, ну, это и есть определенный рост, но он не столь смертельный, не столь значительный. Я вот еще, кстати, знаете, интересную мысль, вот хотел бы, чтобы и сейчас участники, как бы, тот у нас смотрит онлайн. И все, кто будет, так сказать, отслеживать информацию, чтобы интересную мысль себе так тоже продумали. Вот мы хотим, да, изменить качественно наш АПК, да. Мы хотим что-то изменить, да. Но платить вот сами за это не хотим, да. Пусть оно само случится, да. А кто мы-то? То есть это вот наше общество. То есть мы должны на себя взять сегодня, понять, что да, нам придется какое-то время, сложно. Но это ответственность надо на себя взять. То есть мы должны все-таки, как бы, сообща за это заплатить и эти действия сделать. Понимаете, что? То есть ответственность на всех на нас лежит. То есть товары производить ты должны сами, там, как хочешь, ты там разгребайся. Но у нас, потребителей, обывателя, это не касается. Я, честно говоря, якобы патриот готов заплатить, там, 10% за вот эту курятину. Но за счет того, что она будет навсегда, тебе наша курятина, свежая, охлажденная. И шиш, там, другим. А можно, Тарас, сразу тогда вопросу, когда проводите анализ цен, вы делаете анализ цен производителя, который оптом он дает, либо в рознице, в магазинах, в поршении именно цены, вот где идет отслеживание? Мы отслеживаем, вот именно ведомство, Министерство сельского хозяйства области отслеживает ценообразование производителей. Это сегмент, за который отвечаю лично я своей головой. Но у нас есть ведомство, которое отвечает своей головой за ценообразование в сетях. Это Министерство внешней экономической связи Поморской области. Там есть тоже министр, и у него задача стоит вот вторую часть отслеживать. И мы вместе эту информацию со стыком. Я отслеживаю для, вот именно по направлению производства. Я знаю, сколько стоит сено, сколько стоит зерно, сколько стоит упаковка, сколько переработка, из чего-то все сложилось. И если что-то происходит, мне приходится доказывать, моим сотрудникам. На этой ноте давайте мы завершим нашу онлайн-видеотрансляцию. У нас сегодня был в гостях министр сельского хозяйства Морской области Сергей Володин. Спасибо большое.